Всем привет из Франции! Наше самое наилучшее пожелание! Мы утром вышли убирать террасу, но Миленочка сказала, что она будет купаться в своем маленьком бассейне. Так, ну а я сейчас пока еще не очень жарко. Буду поливать свои цветочки. Покажу оливочки у меня вон уже, смотрите. Скоро можно будет собирать. Погода у нас сегодня просто шикарная. Небо голубое, ветра нету. Ой, ну пока еще болеем. Да, пока еще болеем, на море не сможем поехать. Ой, ты как пламела. Так, а я сейчас буду мыть окно, расставлю цветы так, как мне надо на подоконнике. Что-то у меня вот это вот деревце захворало, перцы мои и это тоже у меня захворало. Магнолия, не пойму, что с листиками вот такое вот творится. Вообще не знаю. Все пропадет, жалко будет. Такими ветками купила, пересаживала, подкармливала. Аначе у меня нет. Ну, остальное все нормально. я вот на лаванду нарадоваться не могу. Такая красивая вообще, как на поле. Прелесть просто. Так, ну и розочки мои тоже отошли. Вот этот вереск, не пойму, он то ли засыхает, то ли на лето так пожелтел. Так, ну ладно, буду поливать цветы свои и буду начинать сегодняшний день с заботами, хлопотами, уборкой. Ну, в общем, все как всегда. Оказалось бы, сколько той террасы 20 квадратов и сколько стоит, вернее, сколько забирает времени ее поубирать. Вот я сегодня поменяла цветы местами. Сейчас покажу, что сделала. Замела все, помыла. В общем, шезлонг помыла, всю мебель помыла на террасе. Знаете, меня заняло это все окно, меня заняло 2,5 часа. Переставила сюда цветы, потому что думаю, наверное, ну как каланху, это я постоянно его обрезаю и постоянно, как бы, ну чтобы он у меня цвел, и вот я вижу опять там бутончики, все нормально вроде с ним. Сейчас буду поливать перец вот этот, что я осенью садила. Ну и вот этот вот цветочек и хризантемки тоже убрала в этот, помыла вот окно, вот это вот, подоконник, протерла гриль, планчу, ну в общем, эту плиту газовую, везде все разобрала, землю наконец-то убрала, он сейчас цветы буду поливать. Этот тоже протерла, как он называется, парасоль, парасоль, зонтик от солнышка. Туда он Миленкины игрушки убрала, тоже там разобрала. Эти попереставляла, он у меня теперь по-другому стоят цветы на этой, тоже вот весь этот бордюрчик, ну вот эти ступенечки для цветов, тоже помыла, стол помыла, стулья, Миленкину вот эту вот мебель. У меня спрашивают, Лиля, ты террасу как убираешь или как? Ну конечно убираю, все убираю. И вот показываю, как бы, чтобы привести в более-менее полностью вот с под всех вот этих вот горшков повыметала. Нам надо даже магнолию пододвинуть. Весь вот этот вот листики, мусор, пыль, от котов, что тут налетает. Ну в общем, два с половиной часа, девочки, вот так сейчас цветы полью, допью свой остывший кофе и буду что-то думать, что на обед готовить. Ой, какое небо, боже, ну че ж мой любименький, дорогой муж заболел. Как бы хорошо на море всей семьей поехать. Сожалею, в общем, сижу, сожалею на больничном. Супруг на больничном. Так, ладно, поливаю цветы и кофеек допью. Миленочка, лапуля маленькая. Мы прогуливаемся, с Артурчиком, с Миленочкой. И сейчас вот мы идем, и я уже вижу, что? Атабаган, и сейчас покажу, что уже закрыли у нас вот такими решетками. Мы уже когда с Миленкой играли, я показывала, что закрываются, потому что подготовка идет к празднику, когда вот это бегают быки. Артур, как это называется, вот эта беготня быков? Какой футивный? Нет, а сам вот этот пробег вот этих быков. смотря что. В общем, они... Абригада, бандиты вот это. Они в этой бегают и в арене. Короче, такой бордель творится. Они собрали всю стоянку и поставили туда арену. Люди паркуются вообще, кто где может. Видите, все закрыто. Я не знаю, сейчас... А ты думаешь, я пролезу через эту дырку. Диету надо делать. В общем, я... Да, он говорит, диету надо делать. Короче, не знаю, когда я не пролезу в эту... В общем, вот так вот мы попали. А не, ну, приоткрытые вроде бы эти самые... Не, закрыто, не закрыто. Не, закрыто, да. В общем, весело. Дяденька стоит тоже с великом хочет проехать. Пацаны пролезли. В общем, короче, худой пролезет. Если ты не худой, то ты не пролезешь. О! Так, ну, велик через верх. Это что, мне тоже через верх лезть? Так, Артур, ищи самую широкую. Блин, я не пролезу. Офигеть! Сейчас в обход пойдем. сыном. Я пролезла, даже сама удивилась. Так, телефончик у нас звонит. Это, наверное, наш папа, что он должен был забрать Миленочку. Так, ну, будем сейчас на телефон. Видите, тут тоже все улицы перегорожены, все перекрыто. Вот это наш парк. Везде, везде, везде. Написано, что он... И вон написано, что быки, осторожно. И вот люди туда вот прячутся, прыгают на вот эти заграждения. Доченька, домой идем, потому что папы ключиков нету. Он уже нам звонит. И вот так вот. А они вот здесь вот бегают. вот такая вот арена. И они здесь вот уже подготавливают. Там уже будут быки. Вон люди уже садятся туда в ожидании. Ой, какие-то мухи летают. Там вот песочек будет. Сейчас я подойду, покажу поближе. Вот туда все заходят. Не-не-не, Милен, 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 Милен. А нет, они уже отбегали. Они уже убирают после этого. Там вода. Вот здесь вот эти бычки бегают. И люди до красного барьера их дразнят, а потом запрыгивают. А быки на них прыгают. Ребята убирают. В общем, Франция не Франция, на Испанию похоже. Смотрите, большая какая. У нас в этом году большая арена. Вот пока мы на месте играемся с кашей. Каша, каша. Во Франции очень популярно. В детском садике я заметила. Да-да-да. Чесночок, ищи чесночок. Детки играются с крупой. И, как говорят воспитатели, что это очень хорошо развивает вот эти вот все тактильные ощущения. Поэтому Миленочка у нас частенько играется с кашей. Да, что ты там, вишенки. Да, это мама будет петь вкусный манник. Да, пирожок. И вот так вот, вы знаете, иногда бывает по полчаса вот она берет вот это, это ее коробочка. И вот она в ней. Там у нас кашка в большой банке хранится. Да-да-да, показывай. Кашка в большой банке хранится. А это Миленочкина. Я привожу из Украины гречневую кашу и ребенок вот так вот чесночок она туда зарывает, еще какие-то штучки. И может полчаса даже играть с крупой. Каша. Каша. Да, доченька, каша. Девочки, вот хочу показать. У меня вот такой вот заказ поступил. Это кускус из пшеницы. Вот видите, твердых сортов пшеницы в общем приготовлена вот эта крупа среднего размера. Она здесь 5 килограмм. В общем, ни одна подписчица сделала заказ на покупку вот этого вот большого пакета. Они отдыхали во Франции, короче, привозили. Она сказала, что именно вот эта вот крупа, которая из твердых сортов пшеницы приготовлена, вот этот кускус, от нее не толстеет. В общем, купила я и ей отошлю и себе тоже. Вот столько такой огромный, он 5 килограммовый пакет. Позже у нас тут ужас такой вообще. Объявили, смотрите, сколько воды у меня на террасе. Это при том, что она стекает вот туда. Успели мы приехать с магазина, ездили в магазин. В общем, так хорошо прогуливались. Целый день такая классная погода была и сейчас мама-мия. Ну, я сейчас попробую открыть и показать. И тут ужас. Ужас просто. Что творится? Вот это дождяка. И Артур пошел. Да, да, да. Смотрите, сколько воды. Сейчас уже успокаивается. Боже. Я муж на стоянку поехал в машину парковать. Кошмар. Так, ну и пока наш папа в общем позвонил, сказал, что буду ожидать в машине, пока дождь закончится. Сейчас покажу, что мы купили. В общем, в магазин поехали всего лишь за вот этой вот вещью. Это цветы апельсина, эссенция цветов апельсина. И мне она нужна была у мужа коллега. Отдыхал. Ой, где же он отдыхал? То ли Марокко, кажется. И в общем, там они ели восточные сладости. Он привез рецепт, но в общем, туда нужна вот эта вещь. Да, кстати, сейчас покажу, потому что знаю, что вы очень любите. когда я показываю, сейчас ближе к свету, то, что я готовлю. Это манник с вишней. И в общем, это ужасно, ужасно вкусно. Рецепт будет на кулинарном канале. Девчонки, кто любит такие пироги, то смотрите. Так, ладно, показываю, что купили. В общем, ножницы стоят 3 евро. Евро за ножницы. Вот это вот, не помню, почем. Вот это евро 70, это я купила Анет, это укроп для помидоров, потому что тоже ездили к фермерам, купили и помидоров, и огурцов, и кабачков, в общем, перцев, всего. Потом в Кика была акция, вернее, как скидки. Вот этот вот лак евро 40, да, это он стоил 5,80 у нас. И вот эти вот 2,40, теперь 1 евро. 1 евро вот такие вот купила контейнеры, как раз небольшие, которые мне нужно было за 3 штучки 1 евро. Так, ну это муж купил, какие-то крепления 5 евро стоят. Так, это меди, это у нас Миленка целую неделю просила кокияжи, кокияжи здесь 1,4 кг за 6,50. Ну и купила на отбивные свининку, свининка у нас по 3,60 на 7,21. Ну и как всегда вот это вот моделины. Очень вкусные миндальные кексики. Так, ну вот такие вот у нас были покупочки. В общем, не знаю, что и как, или мидии будем готовить, или, наверное, что-то закажем, не знаю, потому что такая погода, что не знаю. В общем, сейчас буду с мужем созваниваться и посмотрим, может пиццу закажем и не будем заморачиваться. Сегодня на ужин у нас пицца с лососем, с грибами, с оливками и специально для Наташи из Украины. Я показываю, что же это за штучка, которая находится в серединке пиццы. Это специальная такая как бы защита для того, чтобы коробка, вот когда пиццу доставляют на дом, они же укладывают одну коробочку на другую и чтобы пицца, как бы, ну коробка не прогибалась и пицца была целенькая, ставится посерединке вот такой вот как бы импровизированный столик. И это сохраняет пиццу в целости и сохранности. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч на моем канале. Пока-пока!